Музыка Сегодня я хочу показать вторую обработку своих растений И попутно в процессе 10 дней я обнаружила еще некоторые растения Которые тоже заражены клещом Это у меня кактусы, как я и в прошлый раз говорила О том, что есть подозрения у меня на присутствии клеща на кактусах И обработала именно те, которые были действительно со следами клеща Все остальные кактусы я пересмотрела Там в основном идет ржавчина или налет от жесткой воды То есть пока местья на данный момент вынесла только эти растения Я обнаружила еще свою беленькую мультяшку Пышным облачком цветет красивенько Это у меня Солк Вод Тут у меня идет Согу Лауренс, по-моему Там есть второй Лауренс, я забыла как его название Сейчас бирочку найду, покажу А, Лиолин Лауренс, вспомнила, ароматный Тоже классный сорт Миди Вот, она сейчас у меня тоже реанимируется Неплохо восстанавливается, но на ней тоже присутствие клеща Нашла По листу Ну, как правило, слабые растения Они чаще всего и поражаются всякими вредителями и болезнями Сейчас я к свету так повернусь, чтобы нужно было увидеть Вот следы клеща На обратной стороне, где-то вот здесь на листике я видела Вот Сейчас Вот присутствие клеща тоже есть Тут еще пятна непонятные Ну, я уже на всякий пожарный случай обработала То есть И на обратной стороне, по другому листу Тут тоже есть незначительные повреждения Также я взяла кактусы обработала Моя корнемиана тоже уже второй раз обрабатывается Первый раз фитоверм я использовала Но мне начали в комментариях кричать, что он вообще не действует Фитоверм вообще как профилактика идет Нелечебное средство На сегодняшний день я разбавила октару И решила уже октарой протравить Если же дальше будут распространяться следы клещей Значит буду обрабатывать третий раз И тоже другим препаратом Вот характерные следы клеща Это моя корнемиана Также у нее Вот новенький лист растет Вроде бы пока уже не поврежденный Я уже смотрела на него Наблюдаю за эти 10 дней Пока следов клеща не обнаруживаю Также очень сильно шея пострадала И там был цветоносик Он тоже поеденный Где он там? Под листиком спрятался Сейчас я покажу Вот Тоже очень сильно поврежден цветонос Также я обработала их резон Плюс у меня недавно появился черенок фикуса Американец вроде бы Не знаю еще Тоже на нем обнаружила клеща Тут еще есть и другие повреждения Вот центральный лист вроде бы целый Так Сфокусироваться надо Чтобы можно было увидеть Тоже спасаю это растение Еще у меня вторая обработка идет На Red Lip Он дал новенький листик Посмотрим Как раз на нем И буду Смотрите, наблюдать Нет ли клеща Не пополз ли он дальше То есть по новенькому листику Буду как раз ориентироваться Итак У меня идет уже вторая обработка Ну, грубо говоря, третья В начале ролика я показывала Что я обрабатывала растения на улице Там я обрабатывала растения октарой Не против клеща А как профилактика Потому что те растения у меня стояли рядом с монстерой Вон там вдалеке На заднем плане У меня там единственный уголок Около окна Где я могу спрятать растения Далеко-далеко Поставить их на карантин в квартире Вот И они стояли Ну, не то чтобы очень близко Но все-таки стояли рядышком Поэтому я обработала те растения Еще и с октарой Для своей Как говорится Для своего успокоения И сегодня То была суббота Сегодня понедельник Я решила уже Обработать всю Свою домашнюю коллекцию Потому что Оттягивать долгий ящик Это может усугубиться И естественно Зимой будем считать Опять потери От вредителя Клещ у меня Всего лишь на нескольких растениях Но я так подозреваю Что там сам он может селиться Невооруженным взглядом Его заметить просто невозможно Особенно если это клещ-плоскотелка Любой другой клещ Он выявляется Конечно же не сразу А когда мы уже видим Естественно Там уже может целая армада Орудовать Поэтому У меня уже Вторая обработка Против клеща Ну Так как я на улице Всего лишь Практически сверху Ну старалась И грунт чуть-чуть Пропшикать И все поверхности Горшочки Поддончики Все тоже старалась Обрабатывать Но Мне показалось Этого мало И недостаточно Я решила Обработать всю коллекцию Каждый листик Каждый пазух Каждый все И протираю И в пазухе пшикаю Оставался фитоверм Я его разбавила В растворчик Для полива Чтобы пролить грунт У всех растений Потому что я там еще Одного вредителя нашла Для не сносить его К вредителю или нет Типа Наподобие Сороконожки Хотя я смотрю Что растениям Она не вредит Ну то есть Она Я заметила уже Очень давно Поселилась уже Больше месяца Или двух В некоторых растениях Я замечала Она бегала на дне В поддончиках Но растению Я вижу Что она не вредит Она где-то там Что-то свое Кушает То есть Растения Она не трогает Но По кусу Вот эти следы Характерны Действительно Только клещ Такие следы Оставляют Я показывала Корненгиану Сейчас могу Еще раз Повторно показать Там Где-то на растениях Тоже Присутствует Клещ Вот это Очень хорошо Видно Мне это Не понравилось И поэтому Я решила Обработать Уже все Основательно Вот у меня Растенька Я ее Обрабатывала Тоже Вот видите Следы клеща Четко видны По кусу И на обратной стороне Так Не на этом Не на этом Листике Вот на вот этом На улице Это плохо Было видно Вот дома Оно хорошо Очень видно То есть Тут уже Серьезно Орудует клещ Вот И несмотря на то Что он уже Стоит со всеми вместе То я уже Всю коллекцию Обрабатываю Вот Видны следы клеща На обратной стороне Листа Еще пока не видно Но снаружи Уже видно Хотя новый листик Уже растет Вроде бы Как чистый На Корненгиане Тоже я смотрела Вроде бы Чистый листик Растет Но расслабляться Еще рано Потому что Это всего лишь Вторая обработка Точнее Вторую Промежуточную Сактарой Я не считаю И там Я щитовку гоняла На всяк пожарный случай Чтобы она не обнаружилась На моих растеньках На орхидейках И сейчас идет уже Вторая обработка Это проливание Протирание грунта Протирание листиков Пазухов То есть Все Обработка Всех поверхностей Также у меня Оставался фитоверм Я в раствор Сюда вылила Остатки Все что у меня было Да Это конечно Очень маленький Концентрат Я прекрасно Это понимаю Но как для профилактики И для успокоения души Пока Местни этого достаточно Я купила Допавочные Еще препараты Против клеща Вот буквально Вчера ходили с мужем В магазин И третья обработка Будет еще основательная Против клеща Уже всей всей коллекции Но уже через недельку Там через 7 Через 10 дней Я еще понаблюдаю Посмотрю На практике Когда я отравила Клеща Плоскотелку На фиалках Тоже было обработок Не меньше 3-4 Там тоже я чередовала Фитоверм Октофит Актылик То есть Я все это чередовала Бывало там еще Какие-то препараты Более мудреные Я применяла Но это уже очень давно было Я честно говоря Не помню Санмайт мне не помог К сожалению И недавно Мне в комментариях Напомнили о спирте Медицинском 70% Можно применять Я решила еще Добавочно Так скажем Как говорится Убойную силу Применить У меня есть Вот такой вот Распылитель Небольшой Это как Дезодорирующее средство Продавалось в магазине Для рук Знаете Вот антисептик Анти-анти И у него Вот если присмотреться Роса идет Туман Вот что мне нравится Вот именно В таких пшакалках Да они маленькие Да ими задолбишься Но что делать Я заправила спирт И в каждый пазух Со всех сторон Листики обшикивала Пазухи обрабатывала И так же Обратную сторону Листа Ну и поверхность Грунта Собственно говоря У меня еще и Грунт проливается Фитовермом То есть у меня Такая двойная Сила Как говорится Может быть Это и не сила С фитовермом Надо еще Мешать препараты Более серьезные Более крепкие Вот Можно в принципе Делать коктейльчик Чтобы уже наверняка Я недавно Об этом узнала И решила Вот сделать Такую двойную Обработку За один раз Третья обработка У меня будет тоже И четвертая Еще посмотрю То есть в будущем Еще буду наблюдать За растениями Там-сям Если я обратно Обнаружу Клеща То придется Вернуться Обратно К обработке Своим растенькам Вот Ну что могу Еще добавить К этому всему Могу Показать Единственного Последнего Моего Цветущего Красавца А нет У меня еще Вторая Есть Последняя Именно Закрывает Летний сезон Это Спанчбоб Такой вот Весь Красавец Пупырчатый Рельефный Такой вот Весь Темный Темный Такой Весь Прям Ой Красивенький К сожалению Один цветочек Второй Мы потеряли Когда была Сильная жара Сейчас тоже В принципе Жарко Но уже идет На спад Температура Чуть-чуть легче Стало И свежее На улице Вот Это у меня Спанчбоб Он хорошо Восстановился Вот Уже Повзрослел И по-моему Мне выдал Такой намек Жирный намек Сейчас я найду Ну Ну там Вот Внизу Если Присмотреться Вот Здесь Готовилась Когда-то Там почка Либо на Цветение Либо на Детку А вот Здесь С этой Стороны Ага Тут Не будет Видно Там Два Корешка А где Я видела И он Ли Это был Я вот Не помню Он новый листик Дал нам Хорошо Корни Нарастил Вот Новенькие Там растит Корешочки Где-то У меня В пазухе Был Такой Сюрприз Или Это Не у него Был Ладно Сейчас Я его Уже Достану Вот Корни Он хорошо Там Нарастил По-моему Единственное Меня радует Из всех Что-то Летом И у всех Корни Там Сям Потеряли И вот Эта Жара Конечно Нас Немножко Подкосила С некоторыми Растюшками Да Я перепутала Некоторые Сюрпризы Увидела Уже На будущее Я так Подозреваю Что это Будет Уже Зимнее Цветение Хотя Сейчас Только 4 сентября Вот Здесь Мы Обнаружили На ребре Это Сога Готрис Сюрприз На зиму Готовится Явно Почечка На будущее На цветение Хотя Я ее Видела Очень давно И вот Тут В пазухе Тоже Есть Спящая Почка Цветонос Ну Она Давно Уже Она Давно Уже Спит Еще Когда Приехала Ко мне И вот Мой Блэк Перл Последний Последний Тветочек Вот такой Вот Темный Темный Перломат Красавец И он Он Тоже Похоже Готовится На зиму Меня В будущем Порадовать Вот На ребре Это Прорезь Вот Она Идет Вот Здесь Это Должно Быть Летнее Цветение Но Я Увидела Что Она Не Потянула Этот Цветонос И Пришлось Радоваться Только Одному Цветонос Вот Второй Может Проснется На зиму И еще Один Я Заметила Это Тоже Чернышка Вот На зиму Цветонос Скорее Всего Будет Она Очень Пышно Цвела Видите Вот Цветонос Старенький И еще Где-то Я Видела У нее Тычечку Нет Вот Один Цветонос Еще Чернышка Выдала Еще Тогда Когда Хотела Цвести На Лето Ну Не Процвела Видно Сил Не Хотела Или Что Сейчас Новый Листочек Чистенький Дает Корни Тоже В Раскоряку Там Тоже Есть На чем Расти Цвести Вот Ну И так Сам Где-то Я Уже Сюрпризы На зиму Обнаруживаю По поводу Спрея Обшакалки Я показала Вот Да Она Маленькая Она Лучше Вот Такой Туман Использовать Если Вы боитесь Какого-то Очень И Рискуя Ну Я На практике Уже Со спиртом Сталкивалась И На орхидеях Применяла И По разным Причинам Собственно Говоря Все живы Здоровы Не Вижу Нигде Ожогов Кстати Все Уже Обработала Спиртом Вот Целенькая Все Чистенькая Вот Все Уже Подсохло Нигде Никаких Ожогов Не Осталось Это Вмятина Была Давно И Корень Уже Пропал Это Нам Жара Помешала Вот Сейчас Еще Наверное Блэк Перл Обработаю Что-то У меня Подозрительное Здесь Тоже Вот Есть Следы Клеща Видите Вот Под Вот Этой Завязкой Ее Бы Снять Она Уже Вообще Не Нужна И Талься Вот Какие-то Следы Странные По Листу Непонятные Клещ Не Клещ На Обратной Стороне Но Это Вот Ути Пятна Уже Давно Вот Эти Пятна Давно Но Я Для Какие-то Странные Следы Мне Не Нравится Надо Обработать Вот Эти Белесые Вот Эти Все Кстати Сейчас Я Хочу В Комнатных Условиях Показать На Карненгиане Следы Вот Здесь Еще У Меня Беленькая Стоит Орхидейка На Ней Тоже Какие-то Странные Следы Ой Ой А тут На Солнце Вообще Все Забеляет Сейчас Ну Вот Пятна Какие-то Хотя Это Вдавленность От Перепада Температур По Листу Не Не Я Сейчас На Кухню Все Отнесу Там Покажу Вот Давайте Полюбуемся И Поизучаем Следы Клеща Вот Как Он Селится Ужасно Селится И очень Давно Уже Здесь Живет Видите Какая Белесая Шея Все Обесцвечено Обезвожено Вот Вот Эти Следы Клеща Вот Они Гадины Вот Такие Вот Безобразные Следы Оставляет Особенно Вот Этот Лист Пострадал Он Вообще Безжизненный Стал Тут Очень Давно Орудует Клещ Очень Давно Не Знаю Насколько Поможет Все Эти Обработки Которые Я Применяю Вот Новенький Лист Кстати Что-то Я еще Пока Не могу Понять Он Чистенький Или Нечистенький На Обратной Стороне Листа Непонятно Сейчас Там И пятна После Обработки И Что-то Вообще Непонятно Вот Это Пятна После Обработки Остались Похоже Что Пока Не Вижу Блин Еще И Камера Так Забеляет На Свет Непонятно Как Бы Я Не Крутила Она Забеляет Потому Что У Меня Фонарик Включен А Без Фонаря И Вот Еще Цветонос Видите Какой Изуродованный Вот Это Все Следы Клеща Чтобы Никто Не Путал С Другими Вредителями Такие Следы Оставляет Характерный Именно Клещ Кстати Тоже Я Обработала И Спиртом И Фитоверм И Чем Я Только Не Обрабатывала Сейчас Пока Надо Будет Остановиться 7 дней Подождать И Понаблюдать Потому Что Что Я Сильно Рьяно Начала Всех Обрабатывать Как Бы Не Перестараться Знаете Можно Еще И Сжечь Растение От Переусердства Поэтому Почему Я Сейчас Это Делаю Да Все Очень Просто Препараты Очень Вонючие И Зимой У нас Окна Все Закрыты Сами Понимаете Да Что Надышавшись Этим Можно И отравление Получить И Многие Другие Неприятности Поэтому Я Сейчас Все Это Делаю Летом Когда Окна Все Открыты Все Проветривается Часть Где-то На улицу Выношу Часть Где-то Дома Обрабатываю Вот Многие Это В ванну Относят И в ванну Это Все Делают Я Это Делаю На Кухню Уже Не Первый Раз Кстати У меня Были Уже Случаи Когда На Кухне Это Все Обрабатывала Но При Эту Я Все Это Естественно В конце Обрабатываю С мылом Тщательно Хорошо Ну И Потом Естественно Готовлю Ужин Ребятушки При Обработке Перчатки Маску Не Забываем Бывают Даже Очки Нужны Пластиковые Чтобы Бывает Что И Глаза Выедают Печет Есть Такие Препараты Все Меры Безопасности Ну И Хочу Пожелать Вашим Растюшкам Крепкого Здоровья Отличного Вам Дненька Всем До новых Встреч Пока Пока